Знакомьтесь, это милая. Из-за болезни она может перемещаться только на инвалидной коляске. Но ей, как и всем детям, хочется качаться на качелях и каруселях. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья воспитанники детского сада номер 41 сделали из лего проект игровой площадки. Все аттракционы здесь доступны для маломобильных людей и даже на жирафе можно доехать до ближайшей карусели. Он отпускается на коленки, ставим коляску и едем до каруселей. На карусели катаются все дети. Она доработана пандусом. Вот так она вращается. Над проектом ребята работали несколько месяцев. Изучали элементы доступной среды для инвалидов. Для этого на занятия приглашали эксперта, который объяснял дошкольникам, что такое пандусы, поручни, какими они должны быть. Мы очень хорошо придумали площадку, на которой могут играть дети с ограниченными возможностями. Проект игровой площадки юные инженеры представили на региональном отборе национального чемпионата по робототехнике, который проходил в Нижнем Новгороде. Всего в конкурсе приняли участие 8 команд. Победили наши ребята в номинации «Командный дух». Но самая главная наша цель была, конечно же, привлечь наших малышей в техническое творчество. Показать, из чего оно состоит. И сделать это, конечно, в игровой форме. Начальное техническое творчество – это один из элементов инновационной деятельности в 41-м детском саду. Здесь уже несколько лет реализуют программу «Дошкольный технопарк», которая направлена на развитие у детей интеллектуальных и творческих способностей. Наши воспитанники действуют с интерактивными развивающими конструкторами, такими как «Лего Эдишн», «Построй свою историю». Есть у нас такой интересный конструктор «Стимпарк». А еще у нас есть конструкторы, с помощью которых детки осваивают азы программирования, таких как «Брайна». И есть у нас конструктор «Виду-2». Очень такой серьезный, сложный конструктор. Но детки вот уже его освоили и легко с ним работают. Занимаются робототехникой ребята в специальной «Лего-студии». Здесь они строят из кирпичиков «Лего-замки», космические корабли и создают аппараты, которые могут выполнять команды. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.